Друзья мои, всем привет! В этом видео я буду делать обзор ванной комнатой, в которой сейчас я нахожусь. Завершился этот ремонт уже давно, но просто не было времени сделать видео, сделать обзор данного ремонта, потому что сопутствующие работы, которые проходили на данном объекте, не давали мне возможности, не давали мне времени. Ну, в общем, наконец-то время наступило, и теперь я делаю обзор ванной комнаты, и покажу вам с самого начала, с чего все это началось, и к какому результату в итоге мы пришли. Поехали! Что ж, давайте я сделаю сейчас небольшой обзор ванной комнаты. Так, начнем давайте с ванны. Ванна вот такого вот плана, размер у нее 160 на 90, она акриловая, покупалась она в магазине в городе Набережной Челны, какой магазин, я не буду говорить, потому что, ну, не очень люблю я этот магазин, поэтому давайте скроем эту информацию. Ну, в общем, такая вот, я такие ванны в основном называю тазики, потому что, кроме того, что она глубокая и широкая, ничего, ничего хорошего в этом я сказать не могу. Очень многому нужно воды для того, чтобы заполнить данную ванну. Но, для тех, кто не считает воду, там, в принципе, это можно сделать. Так, теперь смеситель. По поводу этого смесителя тоже отдельная история. Данный смеситель не очень хорошего качества, потому что в этом смесителе почему-то каким-то образом пропадает давление воды. Я уже делал эксперимент один, поменял смеситель, поставил смеситель старого образца, и у него давление оказалось значительно больше, чем у этого смесителя. Соответственно, этот смеситель где-то каким-то образом поглощает давление, и струя воды, которая идет из носика крана, она очень слабенькая. И наполнять данную ванну приходилось мне очень долго, ну, для того, чтобы делать герметизацию, проверить на усадку. В общем, мне нужно было наполнить эту ванну. Далее, также вот эта душевая стойка. Во время ее монтажа тоже происходили определенные трудности. О них я тоже сделал видео. Будет оно или не будет, это уже будет видно. Так что следите за обновлениями на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. В общем, все, что будет интересно, я всегда выкладываю. Поэтому по поводу данного смесителя я тоже делаю отдельное видео. Как оно называется, как называется этот смеситель. Ну, все конкретно и подробно будет в том видео. Про герметизацию ванны я уж не стал делать видео, потому что оно уже есть на канале. Если интересно, то смотрите обязательно. Ссылка будет в описании. Так, далее здесь у нас вот такая вот раковина. Размер ее 100 на где-то 45-48. Заказывалась она, то есть покупалась она специально для нашей столешницы, которую я делал из гипсокартона. Обкладывал я это все кафелем. Высота здесь 85 сантиметров от уровня пола. Нет, 86, потому что сюда должна под раковину встать стиральная машина. Так, вон там внизу кранчик для стиральной машины. А вон там вот лючок. Я поставил специально пластмассовый лючок, потому что там есть два крана, которые перекрывают воду. Но так как это частный дом, есть еще отдельные краны в подвале, поэтому за стиральной машиной в принципе этого не видно. Ну и доступ к кранам тоже там не всегда нужен. Так, вот такой смеситель. Так, фирма Гапо. Вот с таким вот, вот с такой вот строй воды. Ну в принципе мне такая строй, я не больно, это нравится. Но тут естественно все на усмотрение заказчика и на его пожелания. Он покупал этот смеситель сам. Раковину тоже. Ну в общем все, что покупали. Так, покупали мы вместе эту плитку, эту плитку, ну а все остальные сантехнические приборы покупал он отдельно. Далее тут у нас есть инсталляция. Унитаз фирмы Акванет. Со скрытым монтажом. Есть отдельное видео по поводу того, как я монтировал данную инсталляцию. Так, кстати, вот он смеситель. Точнее этот гигиенический душ. Самый маленький гигиенический душ, который я устанавливал на своей практике. А сам смеситель находится в бачке от инсталляции. Ну а также естественно есть об этом видео, потому что все самое интересное я стараюсь запечатлеть. Обязательно посмотрите это видео, если вы не смотрели. Ссылка также будет в описании. Так, ну думаю, не стоит акцентировать внимание на этом унитазе, потому что есть об этом видео. Так, ну также вот две полочки сделал над унитазом, ну чтобы хранить там какие-нибудь вещи, либо просто поставить туда несколько вазочек для того, чтобы украсить данное пространство. Заказчик просил третью полочку, он в том месте, я ему сказал, что это без са не нужно, потому что чтобы туда достать, нужно будет поставить стремянку, но здесь стремянки нет. Люди просто начнут наступать на унитаз, чтобы достать до той полки, поэтому отказал сядь от этой полки и отговорил заказчика тоже. Так, теперь зеркало. Зеркало тоже покупалось в том же магазине, что и вся остальная сантехника, называется она Акватон. Так, тут подсветка у этого зеркала, тут в общем две люминецентные лампы, света от этого зеркала не очень много, но для того, чтобы увидеть себя в этом зеркале, в принципе, достаточно. Ничего плохого об этом зеркале я сказать не хочу. Обычное зеркало с подсветкой. Тут же есть еще подогрев, который находится за зеркалом для того, чтобы оно не запотевало. Но выключатель этого зеркала находится вот в этом месте. Это неудобно, так как первый раз мне пришлось даже поискать этот выключатель, чтобы включить это зеркало. Вот, тут видите две люстры, которые находятся на потолке. Я заранее, естественно, выводил под них питание, для того, чтобы... А, питание и платформу, для того, чтобы их потом здесь установить. Если бы не было этих двух светильников над раковиной в этом месте, то было бы какое-то пустое пространство и очень сильно бы давило. А сейчас, когда вот два светильника есть над раковиной, пространство уже чем-то занято и уже как-то стало более уютно в данном помещении. Так что никогда не сомневайтесь, если вдруг в таком пространстве где-то у вас, ну, просто требуется светильник, то лучше установить. Тем более у этого светильника есть отдельный выключатель. То есть на каждое есть засвещение и вентиляции стоит отдельный выключатель. Также есть отдельно установил розетку для подключения фена, бритвы, ну, и еще чего-нибудь, чем пользуется от сети в ванных комнатах. Так, ну и, в общем, вот эти две-три полочки также установил, сделал их на этой пустой стене. Это сделал потому, что вот здесь вот у меня дверка, а за дверкой находится коллектор. Если бы не было коллектора, естественно, и не было бы вот этих самых полочек. Так, все это делал под размер плитки для того, чтобы, ну, меньше было реза и как больше красивее смотрелось. Так, всю плитку укладывал я за усовкой. Делал подрез под 45 градусов. И вот так вот, в общем, это сейчас все выглядит. Ну, я думаю, смотрится очень даже интересно. Так, еще, если вы заметили, то вот эта коричневая плитка, она немножко утоплена. Ну, это как бы повторил проект прошлых лет. Для того, чтобы смотрелось это более эффектно. Ну, такой более такой 3D-дизайн, сказать. Так, ну, нормально смотрится. Если бы они были бы вровень, она бы смотрелась, конечно, не так эффектно, как сейчас. Поэтому вот так вот я и повторил эту работу. А данная резетка у меня стоит в этом месте для того, чтобы где-то здесь когда-нибудь установить электрический полотенцесушитель. Потому что рециркуляции в данном помещении нету, в данном доме. И ставить в единый полотенцесушитель, как бы не было возможности. Поэтому установил резетку на всякий случай, чтобы заказчик через какое-то время, по желанию, мог здесь установить электрический полотенцесушитель. Так, ну, в общем, что еще могу сказать? Ну, немножко о плитке. Плитка размером 20 на 60. Называется Marble Beige. Вот это вот. По работе с этой плиткой не было проблем. Практически не было. Плитка очень легко поддается обработке. И плит тоже, в принципе, так же просто. Так, ну что ж, вот. Небольшой обзор ванной комнаты я вам провел. Ну что, если вам понравилось, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Обязательно посмотрите все видео, которые связаны с данным объектом. Будет очень интересно. Много есть чего хорошего, я скажу. А есть и такие моменты, которые не очень такие и приятные. Поэтому на этом у меня пока все. Ну, что ж, заканчиваю это видео. В общем, всем спасибо за внимание. До новых встреч на канале Перестройка 116. С вами был, как всегда, Ленар. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok